приветствую вас уважаемые подписчики и зрители моего канала сделал сам поделись народом и вот я с вами хочу поделиться как я сушу пластик так называемый филамент вот видите даже у меня тут градусник 33,9 хотя кстати когда батарея более менее тепло было то и было почти 37 38 я что нашел твой накрыл вот таким сделал ой не знаю хорошо плохо но вот таким макаром вы видите повесил вот и мне две катушки филамента висят это мне один pg 1 тп сушу наверное уже недели две или три не знаю то будет или не будет но сейчас хочу раз печатать защиту на стике для пульта управления tx16 поэтому приступим а вот этот повешу туда пусть он еще подсохнет пока еще топительный сезон не закончился хотя еще раз и температура батареи у нас такая чуть-чуть теплые ну как видите 33 градуса 33-34 градуса датчик он у меня лежит не на батарее лежит а то начнете тут он лежал на катушке вот так вот надеюсь что что-то подсохло потому что я когда я печатал немножко похлюпывала pg ну все поехали проверять качество сушки итак нашел я на просторах интернета не знаю как правильно называть тингиверс или что-то сингиверс английский там черт язык сломит вот такую штуковину она просто стоит двух частей здесь еще сверху должна быть но я решил только вот эту напечатать попробую как она пойдет и пойдет и вообще нарезку я уже сделал получилось у меня такая нарезка органическая поддержка ну посмотрим напечатаю ну и покажу вам как она напечатается но здесь не столько напечатать сколько все таки проверить как себя будет чувствовать пласти которых я сушил больше двух недель ну правда не в сушилке она батареи и так печатать я все таки буду еще развернуть тпу ну а настройки мы быстренько сейчас пройдусь покажу вот такие настройки дальше даже я соорудил стартовый джекот и завершающий джекот но они работают не нормально мне нравится мне как они работают поэтому надо будет наверно переделывать его что-то он меня не фонтан так экструдер один все остальное тут уже не интересно так пруток у меня вот такой 175 температура первый слой 220 последующий 215 40 и 40 хотя я раньше только грел первый а дальше не грел погрею так охлаждение скорость вентилятора сотня ну я ладно оставлю пусть покатся сотню надо но такая мне настройка ладно дополнительно ну все остальное вот такое так все остальное принципе здесь уже и и не интересно и конкретно это уже печать значит слои вот так у меня вот такие вот такие слои у меня заполнение 10 процентов прямо линейная монотонные прямоугольные так юбка кайма вот такая у меня настройка поддержка как я уже органическая ну вот так она меня настроена может кому-то интересно скоро 60 многовато мне кажется хотят честно говоря пусть будет пусть будет 60 пусть будет 60 посмотрим как она потянет на 60 а может а может так что и с вами поделюсь как оно получится ну все значит еще разрыв нарезана у меня уже все осталось только экспортировать на флешку зарядить принтер и приступить печати ну чё зарядил процесс как будто бы пошел 220 стол 40 где 41 показывать 219 процесс идет пока что печатается поддержка ну что печать идет качество посмотрим конце конечно ну пока по нижней виду как будто бы неплохо и хлюпа не нету то есть вот эти щелчки что как будто бы вода закипает и взрывается такого не видно так что возможно и сушка действительно принесла пользу ну вот как то так напечаталась я бы сказал ну да есть небольшие огрехи да как же без огрехов на так целом нормально сейчас я его оторву от стола и рассмотрим приближение уже ну что могу сказать есть немножко паутинки так поддержку сейчас отрываем поддержка отрывается хреновенько надо откусывать ну ладно сейчас оторвать поддержку чтобы не портить общий фон и рассмотрим паутина есть качество печати ну косяки есть но это поддержка здесь было и надо оторвать так здесь я поддержку оторвал но еще надо почистить чуть-чуть конечно ее но целом ночью нормально сейчас попробую установить на аппаратуру и посмотреть как она будет ну и конечно получше почистить итак мусора не очень много ну а что касается стола греть до 40 наверно все таки надо больше греть хотя бы 60 почему потому что вот эта юбка она отвалилась практически после того как чуть-чуть стол остыл она очень плохо держалась вы наверно тоже плохо держалась только из-за поддержки держалась хорошо ну а как отрывал и вы видели на и поэтому нижняя часть какая-то да и заполнение я поставил всего лишь 10 процентов поэтому не очень мне кажется нормально получилось теперь что касается вот этих всех боковин есть косячки есть не вопрос косячки небольшие но косички есть это белая но это белая еще осталось это у меня pg у меня немного там прилепилась а так функционал я могу сказать что у меня получилось вот эта деталь во первых намного дешевле все дешевле там копейки пределах 100 рублей может даже меньше это раз и второе не надо ждать хрен знает сколько же она придет и по качеству я думаю что она бы с китая пришло не намного лучше подожди некоторые детали которые я заказывал проходили намного хуже качества ну теперь поставим примерим посмотрим как он будет на самой аппаратуре значит смысл вот какой тумблеры должны быть внизу и он становится но но всяком случае держится но надо еще какое-то крепление здесь еще как я говорил вначале здесь еще сверху и одевается на эти но 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 наверное все-таки что-то придумаю другое сюда а так в целом во всяком случае уже вот эти тумблера не сломаю да и стик не загнул надо будет просто на окне если в какой-нибудь мешочек не целлофановая с попытками одевать то будет все нормально на эту сторону одевается и на этом да и на эту тоже самое то есть аналогично можно напечатать и на эту сторону но напечатаю уже с другими настройками и большим заполнением и посмотрим как оно получится так что сейчас поставлю печать и на эту сторону я просто думал что они разные а так они принципе эти одинаковые так что как-то так немножко перенастроил стол сделал первый слой 50 дальше 40 вот уже стол по большому счету на наверх мне кажется не влияет он так влияет на прилипание а наверх число но подогревает конечно а для спекаемости я все-таки сделал 220 чуть выше сделал температуру то есть начальная температура и конечная чуть повыше и поддержки уже сделал не органические аккуратные но посмотрю как сейчас будет да и первый раз я печатал получилось 1.03 хотя там изначально было заявлено чуть ли не 1.40 не знаю да и скорость уменьшил теперь у меня скорость уже не 60 а 40 ну не полностью она некоторых но в основном 40 так что вот так ну это для пруши еще раз говорю для пруши там настраиваться очень много если куритом куре проще как-то настраивать ну мне что-то как-то зашла пруша поэтому я печатаю нарезаю пруши так напечаталась принципе отрывается точно так же хотя был первый слой полтинник 50 вместо 40 я тут как-то поставил больше даже не 50 а что-то не помню уже сколько еле отодрал этот печь отрывается нормально я вам скажу что не надо было дераться с этими органическими аккуратно я тоже нормально пошла а вот паутина никуда не делать хотя я и увеличил откат и скорость уменьшил а паутина все равно есть ну ничего качество сейчас попробуем посмотреть поближе качество так мусора как видите поменьше ну паутина примерно столько же плюс минус а вот качество уже получше потому что здесь он видите какой-то тут корявый но это у меня здесь была эта органическая поддержка а по качеству до одинаково я кстати хотел нарезать в куре но куре он выдает кура выдает ошибку почему-то я не смог нарезать куре так что это было вот 10 процентов за заполнение это 25 да и вот я сбоку не делал поддержку но здесь как видите более получше здесь похуже понятно что на весу не печатается хотя честно говоря она тоже рабочая кстати можно на него сюда вот эту штуковину которая им говорил наверх вниз тумблера одеть ну все так что сейчас веном задуем вот эту паутину я врусом покажу как я задуваю ставлю 200 градусов хотя температура плавления на паутину она и так убирает и и могу сказать только что качество получилось здесь получше не сильно но получше все теперь уже я с меньшей опаской буду запихивать пульт в рюкзак чтобы сломать стики вот такой ну все а чтобы они держались ничего не придумаю что нибудь придумаю так что как то так ну что есть вопросы задавайте в комментариях конечно но в целом могу только подвести итог что сушка пользу принесла в целом дефекты есть не вопрос но но во всяком случае сушка пользу приносит а все остальное что-то хуже что-то лучше во всяком случае меня устраивает а вот для сравнения то что я печатал первый раз это как только я получил ну как пришел только пластик тп ушной вот такая как видите печать и по сравнению какая сейчас разница и думаю на лицо все таки смысла сушки есть он все конечно не уберет но здесь возможно еще тоже там может из сопла косячная и настройки я еще не мастер так что есть на чем работать все на этом буду заканчивать вы на канале сделал сам поделись народом что я постарался и сделать возможно кому-то это будет интересно а мне видите и интересно и полезно во всяком случае не надо ждать с китая и платить дурные деньги вот за это все я думаю в китае это все обошлось бы как минимум рублей 700 но это тоже так что как говорится выгода на лицо но делом не выгоди делать то что даже интересно распечатать найти и потом использовать я это уже использую уже несколько раз летал устанавливаем получилось классно все всем мира добра здоровья до новых встреч на моем канале